От пулеметной очереди земля ходуном ходит, а им по этой земле еще ползать, спрятаться в окопах и устранять незаметно врага из засады. Настоящие брутальные мужчины, спецназовцы в мирное время нашли себе развлечения. Поехать на конкурс, даже костюмы себе подготовили. Отдельные карманы, специальные для гранат, для магазинов, специальные отсеки для патронов, сигнальные патроны, ракетницы и так далее. Потом приспособления для масленки, потом для штык-ножа отдельно есть карманы. Не просто военные, а элитные подразделения спецназовцев готовятся к международному соревнованию «Золотая сова». Завтра у них самолет, а сейчас последние часы тренировки. Самарским бойцам есть чем удивить зарубежных коллег. Они едва ли не единственные, кто будет выступать в дисциплине «Стрельба из ножа». Такое оружие доверяют только настоящим разведчикам, ведь им и убить можно. В рукоятке у данного ножа встроено стреляющее устройство. Вот оно, в принципе, все, из чего состоит. То есть, если мы... То есть, данные ножны данного ножа представлены чем? То есть, у нас есть непосредственно устройство для перерезания колючей проволоки. Вот таким вот действием представлено. Потом выемка. Вот это. Это применяется по минно-подрывному делу в инженерной подготовке для изготовления зажигательной трубки. То есть, обжим, проще говоря. Два года назад самарская команда взяла серебро, а в этом году они нацелены только на золото. Для этого тренируются и под дождем, и под палящим солнцем во всем обмундировании. Нет ни скидок на возраст, ни на плохое самочувствие. Раз пошел в солдаты, придется послужить по полной. Многие завидуют, но здесь очень тяжело. Не обращаешь на это внимания от того удовольствия, которое получаю здесь, когда у тебя приближаешься к какой-то цели вот тем же самым соревнованиям, которые мы готовим сейчас. До чего доведет их подготовка, станет известно только через несколько недель. А пока спецназовцы ставят свои рекорды на местных площадках и ждут подкрепления. Приглашают в элитные подразделения новобранцев, чтобы объяснить, как постоять за себя и раскрыть еще больше секретов о службе в разведке. Субтитры создавал DimaTorzok